Как JVM исполняет байт-код? В простейшем случае она будет идти по байт-коду, последовательно анализировать каждую инструкцию, исполнять ее и переходить к следующей. Этот режим называется интерпретацией. Интерпретатор довольно просто написать, но, к сожалению, даже хорошо написанный интерпретатор будет работать медленно. Если мы сравним один и тот же алгоритм, записанный в машинных кодах процессора, и в байт-коде для интерпретатора, то по скорости исполнения интерпретатор проиграет нативному коду 10-20 раз, и с этим ничего не поделать. Первая версия Java 1.0 поддерживала только режим интерпретации, поэтому работала медленно. К счастью, довольно скоро, уже в версии 1.1 в виртуальную машину Java был добавлен режим Just-in-Time компиляции, или просто JIT. В этом режиме виртуальная машина сначала компилирует байт-код в машинный код, который затем уже непосредственно исполняется процессором. За прошедшие годы JIT-компилятор был значительно усовершенствован и оптимизирован, и теперь он способен на такие сложные вещи, как, например, адаптивная компиляция и оптимизация байт-кода в зависимости от того, сколько раз и с какими параметрами исполнился тот или иной участок кода. В результате Java программа, запущенная в современной виртуальной машине, будет работать уже не в 10-20 раз, а всего в 1,5-2 раза медленнее, чем аналогичная нативная программа. А в некоторых случаях Java программа может оказаться даже быстрее. Это возможно благодаря тому, что HotSpot в своих оптимизациях использует знания о фактическом выполнении программы, в отличие от традиционных компиляторов, которые могут видеть только статические исходные тексты.